Музыка Веры В детстве воспитанник школы детей-сирот одного из армейских полков, певчий церковного хора, в 15-летнем возрасте он был направлен на трехгодичные регинские курсы. В Петербурге изучал Туренков и церковные сочинения выпускника регинских курсов императорской придворной капеллы Александра Архангельского, создателя лучшего в Петербурге тогда концертного хора. В те годы он был самым ярким композитором, утвердившим характерные черты новой петербургской школы. И именно этот стиль в полной мере проявился впоследствии и в церковных сочинениях Алексея Туренкова, становление которого как композитора начинается в 1911 году, когда он поступает в Петербургскую консерваторию в класс композиции Анатолия Лядова. Сейчас прозвучит песнопение Алексея Туренкова «Хвали души моя Господа» Исполнение хора Никольского морского собора Петербурга. Послушаем. Хвали душевая Господа, послалю Господа в животе моем, мою Богу, мою воду, где же есть? Не доверьтеся, князи насы человеческие, И же не спасение, и себе купила и возразится в землю свое. А день погибнулся в дом и швейния его, Блажен ему живопи, ракой, на наших игрок, Копали его на Господа Бога своего, Сотворчего небо и землю, Моле и своя Жегни. Хранящего истину век, Творящего суток и темы, ПЕСНЯ 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 Знакомство и дружба со студентом из Болгарии Петром Денёвым, впоследствии также известным церковно-композитором, способствовало тому, что Туренков сосредоточил своё внимание на изучении церковной музыки. Известные и широко исполняемые праздничные песнопения Туренкова, как, например, этот тропарь Рождества Христова, который мы сейчас с вами услышим. ПЕСНЯ 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 И вот по рекомендации своего учителя Лядова Алексей Туренков принимает активное участие в деятельности петербургского издателя, регента петербургского митрополитического хора Александра Невской Лавры Поликарпа Киреева. Туренков поступает как автор сочинений, публикуя их в сборниках, и как хоровой аранжировщик, выполняя переложения для мужского хора обиходных напивов и произведений известных церковных композиторов. Эти сборники периодически издавались с 1911 по 1917 годы. И явились своеобразной антологией церковной музыки первой половины XX века. Еще одно праздничное песнопение Туренкова – пасхальный концерт «Торжествуйте днесь». Этот одночасный концерт Туренкова для небольшого смешанного хора написан на текст стихиры из триодит цветной и предназначен для исполнения в концертах духовной музыки. Поет архиерейский хор Свято-Николаевского собора города Алчевска. Торжествуйте днесь, Торжествуйте днесь, Торжествуйте дн И дадите полу воскрешенному Богу, воскрешенному Богу нашему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первая мировая война, а затем и революция, изменили и судьбу всей страны, и судьбы людские. События 1917 года, открывшие богоборческий советский период, не только привели к разгрому церковных структур и физическому истреблению духовенства, но и способствовали уничтожению церковной науки, уходу церковной музыки в глубокое подполье. В 1918 году начинается белорусский период творчества Алексея Туренкова. С этого времени он живет в городе Гомеле, становится одним из организаторов и педагогов музыкальной школы, руководителем самодеятельных хоровых кружков, артистом городского симфонического оркестра, заведующим музыкальной секцией отдела народного образования. Однако, по крайней мере, около десяти церковных песнопений написаны Туренковым в этот советский период. К сожалению, можно только предполагать время их создания, годы пребывания в Гомеле и период Великой Отечественной войны. Красноярский архиерийский хор сейчас исполнит песнопения Алексея Туренкова «Разбойника благоразумного». Красноярский архиерийский хор сейчас исполнит песнопения Алексея Туренкова «Разбойника благоразумного». Красноярский архиерийский 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло уже к концу. Я благодарю вас за ваше внимание. Прощаемся с вами до новой встречи в передаче «Музыка веры». С вами был священник Георгий Галахов. Всего вам самого доброго, милости Божией. Музыка веры.